друзья вечер добрый ну вот знаю вот снова я на этой же кухне и теперь периодически я буду делать такие зарисовки посиделки на кухне сегодня буду делать наверно как сказать сладости или вкусняшки и для этого нам необходимо финики грецкий орех и арахис финики финики я взял примерно где-то ну на 100 рублей это грубо говоря кило 200 200 грамм арахиса арахис я взял такой какой-то называется пашкентский и 300 грамм грецкого ореха я взял уже маленько помолотого можно брать в скорлупе скорлупе кстати дольше держит свои свойства финики это один из лучших наверно про фруктов достаточно полезных даже тем людям которые хотят похудеть но для тех для худеющих и больше десяти больше десяти фиников наверное нежелательно есть и обязательно нужно финики есть где-то до пяти вечера так как там достаточно калорийный продукт и много сахара в азиатских странах у бедуинов считается как хлеб на одних финиках человек может прожить два года на финиках вроде представляете очень полезный для сердца для сосудов для если у вас какие-то воспалительные процессы в суставах или организме происходит они очень хорошо помогают очень много очень много витаминов цинка магния для людей кто страдает там с какими-то что болезнями костей ну не хватает ни магния ни цинка там калия ну знаете рецепт то что я вам сейчас расскажу приготовить легко желательно его есть днем до пяти вечера ну это как конфетки будет на место конфет потому что конфеты вы же знает не болезненный продукт а я больше о полезности продукта беспокоюсь и о вас все дальше предложение так первое действие мы с вами находим большую какую-нибудь тару моем финики и чистим от косточек это очень легко делается берем руками просто так и чистим косточки откидываем здорово косточки не едим а того и запор если маленько надовато ну вот этот килограмм я чищу где-то ну 10 минут ну вот я и заканчиваю чистку на этом у меня ушло примерно где-то минут 15 но я может быстро чищу вы как получится дальше переходим на второй этап ну вот что у меня получилось столько фиников вот столько костей так но второй этап мы берем грецкий орех в грецкий орех а полезности грецкого ореха рассказывать не будем это очень наверное один из самых полезных орехов которые есть достаточно жирный но очень много омега-3-6 жиров вкусный я взял маленький ну как рассыпчатый уже достаточно наблюдать обычно беру крупный беру или в блендере или в кофемолке перемалывают но мелко не перемалывать не надо порошок нужно сделать чтобы были крупные крупинки ну вот такие подобные больше надо промывая его и следующий этап так промытый грецкий орех просто высыпаем 2 где почищенный финик ну и переходим в следующему этапу арахис моем и жарим вот так жарим арахис на сковородке арахис у нас поджарился для того чтобы очистить арахис от шелухи можете просто такую посудину переложить я вот кастрюлю накрываем крышкой крышкой яйца и сильно взбиваем еще разочек потрясу маленько после того как арахис у нас поджарили мы чистили перемещаем в блендер ну и получается не в мелкую субстанцию просто крошу и все это засыпаем нашу однородную массу едем дальше ребята после того как арахис пожарился я его засыпал сюда ну и мнем руками сделаем массу такую достаточно такую вязкую нас у финики очень липкий материал они поэтому берут на себя очень много но сразу же смысле берут себя много прилипает к себе полностью я достаточно хорошо уже умел я еще еще ребята ребята девчата для тех кто хочет набрать вес еще можно сюда засыпать сухое обезжиренное молоко как сделал я вот на данный момент можно без молока можно я делаю иногда финики просто просто с грецким орехом без арахиса делаю чернослив с грецким орехом тоже очень вкусно но сейчас данный момент я еще добавил сюда 500 грамм обезжиренного творога футворога обезжиренного белка мой поэтому здесь получилось очень достаточно такое калорийное блюдо для тех кто хочет набрать вес если без молока просто грецкий грецкий орех с финиками очень достаточно вкусной и так вкусно здесь просто побольше калорий я сделал себе ну и все как бы в данный момент это блюдо все готово делом просто берем пищевую пленку пищевую пленку я красиво раскатывать не буду так как насчет не считаю это нужным если девушки будут это делать это блюдо ну конечно девчонки могут какие формы сделать я нет я делаю просто что как и любой мужик главное чтобы было полезно вкусно и быстро делаем достаточно я делаю большие такие большие как колбасы не мучиться потом можно и несколько сразу же сделать ну там я сделаю наверное парочку таких больших больших колбас не мучиться крутасами очень вкусно и попробуйте я так думаю что многим понравится раньше помните мамы делали наше печенье как там торт из печенья еще что-то наподобие но очень с печеньем там маргарин был и тогда продуктов не было каких-то и очень сладкие были там сгущенка здесь получается все как бы очень но полезно так это вот одна колбаса у нас получилось все другая я уже с рук пробую вкусно и достаточно сладко особенно понравится с ластеным те кто любит конфетки кинуть пожевать но конфетки у у нас это очень полезно и глюда но то ставки час руки уже липнут так нашла нашла наши колбасы если кто-то хочет предложить мне какие-то интересные блюда и еще что-то пишите в комментариях что или в сообщениях я приготовлю ну вот получилось две больших колбасы руки исполосну сейчас так ну получилось две колбасы в описании к ролику я напишу что сколько было чего программа ингредиентов и калорийность напишу так что можете посмотреть сколько получится калориях это все будет в описании внизу к ролику так вот получилось две огромных колбасы ну все вот эти две колбасы можем морозилку и минут через 40 до через час это будет блюдо уже все готово можно нарезать будет кусочками ножом и пробовать но не кушайте любое сладкое блюдо после 6 часов вечера ну все с вами был спортивный дед подписывайтесь на мой канал будет еще много всяких вкусняшек всем пока удачи 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 что